Ребята, выступающие в парном катании, Таня Татьмянина, Максим Маринович, вспомнил последнее поколение, и, конечно, Таню Волосожар и Максим Траньков, наши действующие олимпийские чемпионы в Сочи. Идем дальше в показательных выступлениях. Пришло время еще одной канадской спортсменки. Не сумела обоградать ни одну из российских фигуристок. Так, пожалуй, лучшая сейчас североамериканская спортсменка Кейпи Носкоп. Поддерживаемая, конечно, все равно всеми судьями. Правда, исполняющая, когда исполняющая очень хорошо прыжки. Вот. Ну, я бы сказала, что с проблемной произвольной программой, с прекрасной короткой программой. Вот. Умеющая, конечно, очень много. Но наши девочки обограли ее. Вообще, мне она очень импонирует в этом стиле. Я не знаю, почему нельзя было делать в таком ключе произвольную программу. Зачем уже... Ты все хочешь всем ставить. 760-й лебедь. Да нет. Просто вот так делать очень мало кто может. Жанно подняющийся катать. Плавать, да, плюс-минус. Научились все. А вот такая энергия, посмотрите, какая от нее идет энергия сейчас. И у нее это органично. Если при всем прекрасном танце Каролины Костера, но мы понимаем, что все-таки сила ее в другом, она пыталась тоже работать в другом амплуат, то здесь как раз ее сила в этом номере. Зачем нужен еще один раз, еще один лебедь, который вообще к ней не имеет никакого отношения? Давайте не будем им подсказывать. А то мы им наподсказываем, а они все поменяют. Они же тоже нас слушают. Обязательно все комментарии слушают. Так что... А мы будем своим помогать. Мне нравится тоже. Она вообще мне нравится. Но мне нравится и то, что наши девочки обыгрывают ее. Что разрешили соревноваться. А то было такое впечатление, что нельзя соревноваться. А оказывается, можно. Разрешили, и все-таки она дала повод. Она неудачно каталась в произвольном программе. Она в этом году еще ни разу не выкатала толком свою произвольную программу, при том, что короткая у нее действительно восхитительная, оставленная с прошлого сезона. В режиссера пошел креатив. И она не выкатывается. Даже здесь она не выкатывается. То есть она просто физически не готова катать по целиком программам. Вот и все. Как можно так относиться к олимпийскому сезону, непонятно. Ты знаешь, хотя канадцы вообще функционально очень все сильные. Потому что у них проводятся очень интересные летние сборы. Я это знаю. Я знаю, как они проводятся. И чем они берут. И собирается сборная, как у нас все вместе. Она живет в таком маленьком городе. Классная девчонка. Она живет в маленьком городе Ньюфаундленд. Я была в этом городе. Там очень крошечный просто совершенно город. Но там после первых успехов Кейтлин Осмонд на Мировом льду каток в ее родном городе назвали ее именем. Вот так 22 года, а уже ее именем есть каток на родине. Мне кажется, там вообще 5000 людей живет. Вот такой маленький городок, очень симпатичный. Туда надо плыть. Я в этом городе. Я в этом городе.